здравствуйте друзья мы со светланой движемся на избирательный участок в принципе тут ходу то минуты полторы-две да так можно сказать вот раз и все но мы нарядные до света подарят ну я не знаю что специальному как не нарезали нет конечно но конечно не хватает бутербродов черной икрой да вот и даже с красный и вот это вы еще при большевиках на эти праздник был идешь на выборы там праздник белой скатерти белой скатерти буфет но с утра люди там выпьют конечно они сами а идут туда там уже бутерброд еще с такой знаешь скрючившийся такой колбаской как черная сыр копченый сыр копченый вот собственно там вот сюда вот огородик при церкви это что церковный огородик друзья вы видите сидит человек помидорчики на церковные территории до помидорчики а мы нам а вон там лучок смотрим там вот он там правее лучок а мы золотая осень а мы красиво золотом и на выборы вот друзья вот это место вот эта церквушка школы американские тоже так выглядит похоже и площадка детская и вот там написано да у них есть церковная школа здесь да и вот написано голосуем вот идем туда где голосуют вы друзья внутри этой будки мне разрешили здесь снимать вот так заходишь значит и тут свете дали бюллетень у меня был свой для отправки по почте я его просто сдал вот а свете мы будем заполнять вот видите заполняется таким образом вот допустим начинается губернатор калифорнии и вот стрелочка то есть один человек и второй человек соответственно вы должны были бы соединить линии но вот например вот так раз о не пишет мая так берем другую ручку знаете вот все мы линии соединили хорошо лютенант головы вот так я правильно заполняюсь ведь может не сомневаться эта ручка тоже не пишет так берем третье вот это пишет хорошо вот так все и заполняется ну что свет как голосовалась тебе расскажи ну мне голосовалась очень хорошо так потому что ты все прочел все узнал меня по большому счету интересовало только до этого позиция 10 до о том что про позиция 10 это на референдум было вынесено о том чтобы разрешить властям тех муниципалитетов где есть rent control разрешить им как бы усугубить беспредельничать вот беспредельничать с этим бренд контролем то есть сейчас например под rent control не подпадают частные дома а так они при желании могут их включить или например новые постройки там ну от 95 года и моложе не попадали под rent control а сейчас они при желании могут включить ну короче ты меня просил ну вот я просто рассказываю так вот это вот пропадешь мне очень сильно интересовало а все остальное я даже не знаю о чем там шла речь но миша потратил время все изучил внимание забрался мне заполнит бюллетень а на будущее мы как вот эти самые очень сознательные граждане мы зарегистрировали чтобы нам прислали все по почте оказывается есть такой удобный и сервис когда ты можешь был сад не ходить вот так вот и дальше рабочее время который просто вяжем росе а просто заранее тебе приходит бюллетень ты его спокойненько это читаешь разбираешься потом 30 миллионов человек света уже проголосовали из возможно ста которые придут голосовать а может быть ста и не будет то есть примерно треть населения потому что он не отрывает людей от работы они свободное время в своем темпе заполнит бюллетень и просто это все ящичек и все это уйдет туда куда надо откроется все как раз именно сегодня там к после закрытия вот это я думаю что где-нибудь к полуночи уже по всей стране все более-менее подсчитаю и самые западные дамы самого первых во вторых калифорния самый медленно считающий штат то есть у нас считают я не знаю там до следующего года будут считать но я утрирую они все сведут и те которые послали заранее бюллетени их тоже туда включат и мы со следующего раза будем кто же посылать эти бюллетени и в общем все будет очень хорошо я просто последний раз когда в онлайне там менял свою регистрацию так я не помнил об этом но действительно отметил что я по почте буду голосовать и они мне регулярно присылают а я регулярно приношу это им отдаю вот так живьем поскольку света голосует ножками я с ней регистрирует ничего но сейчас на просто здесь очень удобно дали бумажку и мы на месте заполнили и все не надо туда друзья так что вы с нами можно сказать немножко поучаствовали волонтеры которые сидели там вот в этом пункте там сидела и 4 человек члены комиссии члены комиссии там не было ни одного белого человека они были все разноцветные там была одна из индии двое азиатов и женщина такая латино да и в общем абсолютно все вот цветные были а белых не было но город в котором мы живем он такой в общем замешанный калиф калифорния однако так что все друзья вот история с походом на участок закончилась а сейчас я уже поеду на работу свету отвезут домой и мы тогда побеседуем вы знаете друзья что калифорния на три часа отстает по времени от восточного побережья но зато на часок впереди аляски там еще есть поэтому где-то вот по нашему времени три часа дня в три часа дня уже начнут закрываться участки кое-где по стране первые участки начнут закрываться в 6 по восточному побережью по нашему в 3 потом будет потихонечку каждый час будет добавляться 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 этих участков которые закрываются и где-нибудь к местным нашим калифорнийским часам восьми в основном уже будет ясна картина по всей стране с результатами выборов и я хочу просто вы понимали что решается на этих выборах если брать серьезные вопросы то серьезный вопрос только один только один это удастся ли по результатам выборов уйти от однопартийного правления стране с тем чтобы вот палата представителей как ей пророчат и там оценивая вероятность она достаточно большая как ее оценивают там специалисты по оценке вероятностей так вот типа там 86 процентов что это произойдет и там 14 13 что не произойдет очень посмотрим как как сложится и это единственный такой кардинальный результат которого можно ожидать выше все остальное носит характер такой ну несущественный ну то есть наверное для того кто избирается на пост губернатора для него существенно стал он губернатором или не стал или может быть для людей которые как-то сильно вовлечены в какие-то политические пристрастия для них тоже что-то такое важно вот но 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 в общем и в целом с точки зрения влияния на жизнь страны вот это единственный существенный элемент второй элемент который может быть не такой существенный но тоже интересный по-своему дело в том что у нас очень активно участвовал в выборах ну давайте камеру от солнышка отведу участвовал выборах сам президент трамп он его вообще нравится в этих самых ралли участвовать он даже когда нет выборов он постоянно выходит как наркотик вот как я так я вот выхожу в эфир с нашими зрителями и мне на меня действует как наркотик вот на него как наркотик действует вот выступление на всяких ралли где собираются все свои он что-то им кричит они что-то радостно ему там тоже кричат они все такие радостные на эмоциях вот хоть кто-то поддержит вот он очень любит это дело и тут он конечно совершил я бы сказал с учетом возраста человека тоже ему что мне не 30 лет давайте он за несколько дней чуть ли по 2 по 3 раза в день в разных местах с перелетами он ездил там поддержать каких-то кандидатов и так далее и в общем фактически он сделал выборы вот эти вот они не имеют отношения к президенту лично они все-таки больше там какие-то но он как бы сделал эти выборы превратил их выборы где будет вот он доверие или недоверие ему лично как президенту хотя статистически известно что если многие показатели на промежуточных выборах не имеют особого значения какой роли такой не играют вот допустим экономическое преуспевание страны при выборах президента это важно а при выборах промежуточных вот как сейчас это не коррелирует с результатами вот показано на большом количестве выборов что это не коррелирует а вот общая поддержка президента в стране коррелирует то есть грубо говоря то что в целом у него рейтинг достаточно низкий по сравнению с тем как вот другие президенты допустим и так далее вот с этим уровнем поддержки из одобрения его деятельности как бы должны были бы быть неважные результаты у партии в целом да то есть когда президенты партии вот президент из этой партии то вот его непопулярность плохо действует на выборы для этой партии на результаты выборов в общем он очень активно включился и даже его знать он выступает там за какого-то локального кандидата а все лозунги там плакаты транспаранты все про трампа то есть уже неважно там вот какой-то там человек вот там его поддерживают или трамп его не поддерживает вот фактически так получается то есть он превратил это в свою собственную избирательную кампанию и ну посмотрим я не я не за никто же не знает как как закончится чем закончится у нас последнее время много непредсказуемого и с одной стороны нельзя сказать что опросы общественного мнения совсем уже неправду говорят так так сказать нельзя даже вот когда два года назад достаточно неожиданно там стал президентом трамп но все-таки ему давали 20 процентов вероятность такая была то есть не никто не не оценивал там по-другому во-первых во вторых как предполагали что показывали прогнозы что там на 3 миллиона клинтон соберет больше голосов так и вышло вопрос о том как легли эти голоса там по штатам по кругам и так далее этого такого предсказания не было потому что это уже более такая детальная работа вот просто не было поэтому опросы общественного мнения позволяют держать руку на пульсе в общем то хотя не гарантируют исхода вот такого или сякого но собственно те и не говорят что произойдет они говорят с такой-то вероятностью результат ляжет вот в такие-то границы так что если вы посмотрите что и вот эти люди пишут а там работают специалист серьезно вот то вы увидите как это происходит и сегодня но я занят немножко с утра там у меня не с утра я с вечера занят у меня урок 6 до 7 вечера потом там надо кое-чего сделать но часов 8 вечера я буду дома уже 88 15 и мы с вами пойдем в прямой эфир я буду просто рассказывать о том что рапортует с избирательных участков разные новостные порталы серьезные cnn fox там я не знаю какие еще есть вот просто будем будем посматривать что ли что там пишется что там говорится в прямом эфире и будем смотреть какая какая тенденция насколько чего получается такое шоу друзья бывает раз в два года поэтому грех не посмотреть и вообще говоря потенциально результаты того что значит произойдет сегодня на выборах эти результаты могут очень драматично повлиять на как минимум последующие два года жизни страны два года президентства трампа это это может оказать очень существенное влияние очень ну и собственно на жизнь нас всех и с учетом той роли которая сша играет мировой политики экономики и финансы вот и военных делах то есть это как бы на весь мир может повлиять больше или меньше поэтому я думаю что это заслуживает нашего с вами внимания возможно интересная ситуация дело в том что вот штата калифорния в палате представителей есть 10 человек которые республиканцы то есть не все демократы вот сенаторы вдвое они демократы а в палате представителей народу довольно много там из них 10 республиканцев и вот на них как бы давление большое и наезд существенный потому что вот эта налоговая реформа она произвела но как бы несправедливые некоторые действия в отношении штата калифорнии не только калифорнии и как бы там вот эти люди они оказались на острие критики ну посмотрим что там получится во всяком случае с учетом того что штате калифорния обычно очень долго все подсчитывают вот как бы у всех уже посчитали они там еще считают считают вот если вы помните то два года назад с подсчетом голосов поданных там на президентских выборов тоже они там досчитывали досчитывает ни на что уже не влияло но но как бы окончательный подсчет он занял некоторое время может случиться такой сценарий что непонятно будет победили то есть забрали демократы палаты представителей или нет получили ли большинство в палате представителей будет непонятно до тех пор пока не посчитают калифорнийские голоса вот такая может случиться история сегодня у них там 195 вам голосов а нужно что-нибудь 218 вот поэтому все-таки те 10 которые в калифорнии у республиканцев это довольно существенная часть от этого всего короче может случиться так что если по стране такой серьезной голубой волны как они говорят blue wave не произойдет то дальше все будут ждать чего вылезет в калифорнии какой будет конкретный расклад так что посмотрим а может быть это раньше определиться в том смысле что если у демократов будет заметное преимущество в других штатах вот более восточных то тогда уже калифорния ни на что не повлияет собственно вот два года назад на выбор калифорнии ни на что не влиял там как-то решилась без без нее вот так что ждем ждем посмотрим но по всяком случае меня уже радует что вот эта истерия предвыборная не было компании была истерия и такая довольно гнусная мерзопакостная злобная и портится портится страна до поляризуется в общем вот эта вся гадость заканчивается и я надеюсь что дальше поспокойнее будет хотя сами понимаете покой нам только снится последние два года мы как бы находимся не в состоянии вот знаете как бывает прошла избирательная кампания дальше идет просто жизнь у нас такого нет у нас вот как бы шла избирательная кампания два года назад вот так она и продолжалась все эти последующие два года то есть просто жизни не было продолжалось все все нас как будто завтра выборы и вот это все нагнетание такое она довольно как сказать психологически не симпатичная тяжелая хотя конечно наверное есть люди которых это заводит и им этого не хватало ладно чё теперь зачем будем считать предвыборных и послевыборных цыплят значит вот по результатам и не дали как сегодня вечером вот сейчас у нас 11 часов утра по местному калифорнийскому и я так понимаю что в течение полусуток значит у нас все и произойдет ну и так я уже заканчивая наш репортаж я хочу сказать что по такому странному стечению обстоятельств сегодня в девять часов утра по калифорнии то есть ровно два часа назад прекратился прием завершился прием заявок для участия в гринкарт лотереи так что будем надеяться что никаких изменений с лотереи не произойдет нет для этого пока никаких оснований ожидать каких-то изменений поэтому через годик до через 11 месяцев мы я надеюсь снова вернемся к этой теме и я подозреваю что наш канал я не могу сказать что такой большой знаток всех каналов я отслеживаю там мониторию и так далее но судя по тому что наши зрители говорят мы единственный канал на который так пристально занимается гринкарт лотереи и я думаю что мы таким каналом и останемся это как бы наша тема вот и в то же время те кто нас смотрит тем более если вы досмотрели уже до конца этого сюжета друзья подписывайтесь и устраивайтесь поудобнее у нас впереди много тем жизнь такая что нехватки тем не наблюдается как бы даже наоборот слишком много разных уже голова кругом от них идет а мы с вами движемся по кремниевой долине по ее такой магистрали который называется камина рил королевская дорога и вот отсюда из самого самого эпицентра вот тут у нас со всех сторон apple google microsoft facebook какие там компании вы еще знаете вот все тут так что из этого места вам всем привет и до скорых встреч и и и и и и и